И постараться применить эту модель для задач деятельности экосистемы точки кипения, задач оси и так далее. И сделать из этого некий набор сервисов, бизнесовых или социальных, которые будут работать по платформерному принципу. И будет, скажем так, сравнимо с динамиком ростом. И когда Дима просит разные отчеты о том, как растет количество людей в системе экосистемы, скажем так, НТИ и так далее, то там уже есть вполне себе экспоненциальный рост. Но нам очень важно, чтобы этот экспоненциальный рост привел к появлению каких-то качественных продуктов. То есть качественных решений, бизнес-решений, социальных проектов, каких-то изменений. И нам очень важно в этом смысле договориться о том, как это работает. Я хотел бы начать сегодня очень коротко сделать такую некоторую установочную, вводную историю о том, что такое платформа. Потому что в последнее время довольно много говорят о платформах как в них абстрактных решениях. И в самом деле это очень конкретная вещь, очень конкретная, простая вещь, в которой, скажем так, если все правильно собрано, то работает экспоненциальный рост, работает система взаимного вовлечения всех участников. Если она неправильно собрана, то ничего не работает. И это в этом смысле очень простой ответ на вопрос. Для платформа нужна, скажем, правильная или неправильная. Коротко я хотел бы рассказать очень коротко, откуда взялась платформенная история. Если обратить внимание, за последние 10 лет полностью поменялись модели капитализации всех компаний. Все традиционные компании поуходили вниз, все цифровые компании, работающие в том числе в платформенные модели, они пошли вверх. И вот особенно здесь хорошо видно, что существующая модель роста, она экспоненциальная. То есть никаких пикнов, случайных взлетов падений сейчас нет, здесь просто экспоненциальная. Вот по этим экспонентам две компании влетели 100 миллионов долларов Apple и Amazon буквально в последние два месяца. Вот как растет выручка Amazon, она растет экспоненциально. Это очень важный момент, потому что компания достигла в будущем в этом году уже 180 миллиардов и продолжает расти экспоненциально. Иными словами, экспоненциальный рост, если он правильно сформирован на уровне модели, то дальше уже работает довольно продолжительно. Существует всего несколько таких моделей роста, которые позволяют обеспечивать систематический рост. Двусторонние рынки – это другое название платформенной модели. Мы о ней сегодня будем говорить в основном, но есть другие модели. Вот хорошо известны, например, модели роста на основе самогенерируемого контента. Это то, что, например, работает во многих стартапах, в том же Facebook и так далее. Но это еще работает в нашей истории, потому что, как правило, все основные ивенты и дискуссии вокруг каких-то актуальных вопросов идут в режиме самогенерируемого контента. Самогенерируемого контента тоже дает потенциальный рост, но он связан с рядом ограничений. Из этого не видно на графике, но буквально нужно, чтобы каждый из этих параметров можно было удвоить, увеличить его качество. Потому что процент новых пользователей, кто из них создает контент, насколько это попадает в поисковики и насколько новый какой-то будет. Иными словами, как бы, каждым из этих компонентов можно работать. Можно делать свои дискуссии в своей площадке более видео, можно делать больше контента от каждого участника, можно повышать мотивацию к других участникам в этом контенте и так далее. Рост есть, но, скажем, не самый быстрый. Вторая модель, это тоже, что работает в нашей всей истории, которой мы занимаемся, это, так сказать, называемая петля веральности. То есть, когда френд рекомендует френдов. Очень известная бизнес-модель, по ней очень многие работают, она очень критически зависима от количества привлечений. То есть, если ты, условно говоря, привел только одного френда, то система растет очень мягко. И очень важно, чтобы приводить больше. Для нашей задачи, которую мы сегодня ставим, то есть, платформенная модель для социальных проектов России, для в целом проектов, важно, чтобы мы как-то научились управлять теми параметрами, в том числе, то есть, научились работать с увеличением числа людей в нашем сообществе. И третья модель из известных, это платеж за привлечение, для нас она почти не актуальна, но в ней тоже существует экспоненциальный рост. Но по-настоящему эффективный рост дает, собственно, платформа. Коротко поговорим, о чем идет речь. Платформа – это инструмент, когда создаются взаимовлияющие, взаимонеобходимые друг для друга два сообщества. Вот очень важный момент. Все предыдущие модели – это когда есть одно сообщество. Есть разработчик, есть продукт, есть тема, есть проект, и есть сообщество, которое в него увлекается. В платформе всегда два сообщества. Есть сообщество производителей, есть сообщество потребителей. Это можно как угодно назвать, но проще все разобрать, если это байерс и сервис. Как только у тебя есть два сообщества, ты можешь запустить модель роста в каждом из сообществ. Вот там те механизмы, что я раньше описал любыми другими. Как только ты начинаешь увеличивать число людей в одном сообществе, то автоматически увеличивается число людей в другом сообществе. Потому что, ну скажем, чем больше это предложение, тем больше спрос. Чем больше спрос, тем больше приходит людей, кто хочет что-то продать на этом рынке. Потому что чем больше у тебя покупателей, тем больше потребителей готовы в это встраиваться. Чем больше новых товаров, тем больше покупателей готовы прийти. Это взаимоусиливающиеся вещи. Вот всего, скажем, в экспертизе платформы насчитывают шесть сил. Вот они здесь все перечислены, я потом к ним вернусь. Вот работа над каждой из этих сил способна обеспечить экспоненциальный рост соответствующей платформы. Фундаментальный эффект платформы основан на так называемой сетевом эффекте. Когда ценность конкретного объекта прямо пропорциональна числу таких объектов. Вот самый простой пример с телефоном. Когда телефон только у двоих, то ценность такого продукта очень низкая. Когда телефоны у всех, ценность у этого продукта очень высока. Вот рост стоимости таких систем, давно известен математически, это квадратичная зависимость. Чем больше у тебя каких-то, ну самый простой пример такой. Чем больше ты вовлек людей в свою сеть, и чем больше они имеют какой-то продукт или делают одну услугу, которая тебе нужна, чем больше таких людей, тем проще вам друг другу помочь, и тем больше возникает такой эффект. Эффект взаимополезный, растущий, но тем не менее. Собственно, платформа – это вот новая вершина, новая технология, по которой работают все. В отличие от старых моделей, когда есть кто-то, то есть дистрибуция контента, кто-то придумывает контент, кто-то его распространяет, или продукт, не важно, ну что это. Сейчас придумывание и создавание продукта и распространение – это часть одной среды. Вот нет производителя продукта, есть много производителей, есть платформы, где эти производители обмениваются со своими потребителями. Это и есть, собственно, одна платформа. И тут работает своя петля, то есть чем больше потребители, тем больше ценность продукта, тем больше производители, тем больше ценность для потребителя. Вот эта вот петля, собственно, и создает вот эту экспоненту просто. Собственной платформой является инструмент, среда, которая позволяет существовать вот этим другом сообщества. То есть, еще раз, платформа – это очень простая вещь. Это среда, в которой поставщики, потребители, не важно чего, продукты, услуги, софта, не важно, интеллектуальный какой-то продукт, не важно, в котором они имеют возможность общаться. Очень важно, еще раз подчеркну, что это не дистрибуция из одного центра, а это поддержка взаимного продвижения того или иного контента. Вот мы, все-таки, живем больше в философии дистрибутивных моделей. То есть, кто-то что-то придумает, и наша задача – это распространить. Кто-то что-то произведет, и наша задача – это разогнать. Или, наоборот, собрать. То есть, много придумали, мы это все соберем, из этого что-то сделаем. Это, еще раз, это не платформенные модели. Они не растут экспоненциально, и они все начинают проигрывать платформу, как только они появляются. Платформенная модель существует тогда, когда сообщество-разработчик и сообщество-потребитель начинают взаимодействовать напрямую. Для того, чтобы это происходило быстро, необходимо, чтобы контролировать… На самом деле, вот 6, в данном случае, 4 силы нарисованы, 4 процесса. Ты должен увеличивать количество участников на стороне продавцов, ты должен увеличивать количество участников на стороне потребителей, и ты должен увеличивать качество диалога между ними в обе стороны. То есть, потребитель должен лучше узнавать о продуктах продавца, а продавец должен лучше понимать потребности потребителя. В данном случае, вот эти запуски этих 4 сил, ну или там 6, я еще потом добавлю 2, это и есть задача платформ-провайдер. То есть, платформ-провайдер обеспечены вот эти вот накачку вот этих 4 процессов. Какие требования в этом смысле предъявляются к самой платформе? Платформа должна фактически иметь несколько функциональных свойств. Наверное, об этом сегодня в практическом плане надо будет говорить. Она должна обеспечивать масштабируемость. То есть, она должна уметь работать с десятью, десятью тысячами, десятью миллионами без проблем. То есть, там должны быть соответствующие ресурсы, инструменты и так далее. Она должна обеспечивать максимальную дефинциацию. То есть, нельзя загонять ни всех потребителей, ни всех производителей под один стандарт. Нельзя, чтобы они были однотипными. Они должны быть максимально разнотипными. Потому что, чем больше появляется дефинциация каждого из сегментов, тем более точечными и точечными услуги и продукты могут быть. И тогда все большее количество и производителей, и потребителей, которые ценят свою уникальность и нуждаются в ней, они становятся вовлекательными, вовлекаются в эту платформу. Она должна быть открытой, но при этом она должна быть очень ясно регулирована. Вот большая часть платформ неудачных, они гибнули все равно на том, что там происходили стихийные процессы. То есть, весь контент, всю среду, все продажи захватывала какая-то одна структура, они не обязательно скачаны. То есть, например, выпускаешь некачественный продукт, он тем не менее быстро распространяется, компрометируется вся платформа. Вот самый простой пример. Это как был скомпрометирован блокчейн на старте, когда им начали пользоваться в основном для всяких криминальных проводок. И он стал скомпрометирован. Если бы на старте были какие-то фильтры, вот это самое регулирование, то этой компрометации бы не произошло. Соответственно, одна из основных задач платформы, для того, чтобы она хорошо функционировала, это ее регулировать. Мультиплатформенность. То есть, грубо говоря, если ты хочешь, чтобы твое комьюнити жило постоянно в твоей экосистеме, ты должен сделать так, чтобы твой потребитель мог пользоваться платформой в любом нужном способе. То есть, не только одним способом, одним приемом и так далее. И гибкое ценообразование. На самом деле, любая платформа, даже если она социальная, она все равно нуждается в присутствии. Соответственно, любые продукты обмена в платформе, неважно, как они устроены, они все равно приносят кому-то какую-то ценность. А раз они приносят какую-то ценность, значит, они вэлюбл. Значит, их можно осмелить, придать им какую-то ценность. И можно делать их, условно говоря, оценивыми. И, собственно, платформа живет ровно на том, что ее прайсинг очень дипок. То есть, она дает низкую цену в ходе, но при этом собирает достаточно денег, чтобы обеспечивать все эти регуляторные механизмы, комфорт, удобство и так далее. Здесь нужен, естественно, очень ясный баланс. В этом, на самом деле, искусство создания платформы. Ну, платформами или маркетплейсами – это сейчас термины равноупотребимые. Сейчас, в принципе, появляется очень много бизнесов. Этому не стану их сейчас и перечислять. Но практически во всех индустриях появились свои платформы, свои маркетплейсы. И другого бизнеса, кроме маркетплейса, в принципе, для создания дистрибуционных систем уже нет смысла создавать. Потому что производство становится распределенным. Производство всего контента, знаний, решений, продуктов – все становится распределенным. Как только ты получаешь распределенное производство, тебе нужно создавать платформу для того, чтобы обеспечивать его связь с гибким потребителем. Возвращаясь к этим силам, все эти шесть сил работают на то, чтобы количество потребителей или количество продавцов увеличилось между собой, и лучше понимали друг друга, и лучше пушили друг друга, что называется. То есть лучше продвигали друг другу. То есть, к примеру, если ты объединяешь, так скажем, делаешь какой-то маркетплейс, ну не знаю, стартапами и инвесторами, то тебе надо одновременно увеличивать количество стартапов, чтобы инвесторам было с этим работать, одновременно увеличивать количество инвесторов, чтобы стартапам было интересно приходить, одновременно повышать, снимать барьеры на диалоге между стартапами и инвесторами, потому что, грубо говоря, низкое качество стартапов от кубля инвесторов не готовность инвесторов инвестировать от кубля стартапа и одновременно привлекать инвесторов к тому, что есть новые инструменты, стартапов к тому, что новый инструмент. Вот примерно так все эти шесть силы расписываются. И если ты запускаешь все эти шесть сил, то постепенно начинает формироваться достаточно мощная комьюнити. Это просто звучит, на самом деле это крайне сложно, и поэтому мы так много успешных платформов. Ну, очень коротко, там уже дальше не буду погружаться в детали. Есть разные там модели, по которым существуют разные платформы. Математически уже доказано, что все софтверные платформы, после которых генерация производит, разработки занимаются разработчики, а потребители потребляют, они растут только линейно. Это очень важно понимать, потому что такие сервисы не являются привлекательными для инвестирования, инвестирования, например, в HMO. Все коммуникационные платформы, в которых участники все общаются между собой, но не происходит, нет кого-то, кто генерирует, собственно, какой-то особенный контент. Не все растут только квадратично, по закону сетевого эффекта. И только платформы, в которой объединяют и производители, и потребители, только они растут экспоненциально. Потому что это и есть собственная экосистема, в которой работают платформенные эффекты. Сейчас. Ну, не буду останавливаться. Это все разные примеры экосистем. Значит, на чем сейчас основной эффект достигается в масштабировании платформенных решений? Первое, что у нас появляется сервис в Big Data, когда мы можем очень широко анализировать любые данные по потребителю, по его поведению, и, соответственно, из этого извлекать огромное количество новых смыслов и новых инструментов. И, соответственно, любая платформа должна максимально коллектировать дату. Чем больше датовой коллекции, тем больше возможности есть в системах. И для того, чтобы запустить платформенный эффект, вам практически надо иметь неограниченный доступ к данным, необязательный профиль для интеракционных производителей и продавцев, но любой другой датчик. Поэтому ценность этой платформы прямо пропорциональна тому, как много данных в нее вливается из разных источников. Это такой базовый принцип, полезно один раз запомнить, но дальше уже применять в разных случаях по-разному. Практически все платформы в существующем объеме данных не могут быть обработаны вручную, поэтому они все нуждаются в сервисах по разному роду претическую аналитику и artificial intelligence. Это тоже обязательное условие. И практически все платформы построены на том, что каждый ваш потребитель, каждый участник категоризирован, и каждое общение с ним персонализировано. То есть неперсонализированных платформ сейчас фактически не существует. Конечно, уровень персонализации может быть разный. То есть, грубо говоря, могут быть широкие классификации. Сотни, десятки типов, под которые агрегируется информация, агрегируется продукт и так далее. Но это точно не типовые продукты, измеряемые единицей. То есть три типа продукта, три типа какого-то товара и так далее. Нет, это уже не работает. То есть каждый продукт высоко кастомизирован. Ну, к примеру, это приводит сейчас к тому, что там все сегменты, даже образование, начинают перестраиваться на то, что фактически у каждого студента своя индивидуальная траектория, свой индивидуальный образовательный продукт, который он фактически получает. Ты просто имеешь все данные о нем, как он движется, как он учится, чем он учится лучше, чем он учится хуже, какие компетенции ему нужны для его дальнейшей траектории, в чем его слабо, в чем его сильные стороны. Из этого компонуется гибкая система, которая дает ему больше тех навыков, которые ему нужны, и меньше тех навыков, которые ему нужны более-менее компетенции. То есть, в принципе, любая современная платформа, она предназначена для того, чтобы раздробить типовой продукт на много отдельных маленьких продуктов и под конкретного потребителя собрать из этих маленьких продуктов уникальное предложение. Вот это некая такая философия, с которой вся эта система работает. Таким образом, для того, чтобы начать работать с платформами, необходимо для начала, в той деятельности, в которой вы занимаетесь, четко разделить генерацию и потребление продукта, услуги, контента, неважно, на два разных секунд. Уйти от дистрибутивной модели, то есть, когда есть один источник, не знаю чему, знаний, идей, продуктов, энергии, неважно чему. Перейти к системе, когда есть множественные источники, и эти источники, возможно, переплетены с самими потребителями, то есть, тот же самый потребитель, может быть, в какой-то момент и производитель, и так далее. Для каждого из этих производителей и потребителей должны быть сделаны удобные интерфейсы, в которых они получают, либо отдают услугу товар-контент так, как им удобно. И после этого начинается уже соответствующая возгонка этого эффекта на того, чтобы организуешь, собственно, эффективное взаимодействие, но теми принципами, что я описал. Ты создаешь прозрачную платформу с эффективной системой контроля, с удобной мультиплатформенностью, с удобной ценообразованием и так далее. Когда у тебя четко разведены два этих облака потребителя-продавца, когда у тебя четко разведены механизмы поставления информации друг от друга, когда товар раздроблен, информация, услуги, неважно, на множество компонентов, и потребитель раздроблен на множество типов потребления, ты это все увязываешь в удобную среду, легко встраиваешься, легко получаешь на это. Ну вот это вот такие вот некие базовые принципы, как работает современная платформенная экономика. И вот сейчас мы, как договорились, мы в рамках первого круга работаем над четырьмя первыми вопросами, скорее в режиме такого диалога. Потом придет Алексей Иванович, расскажет про то, как работают цифровые платформы в промышленности, и через это будет проще поговорить на вторые две вопросы, которые я выделил другому. Ну и сейчас у нас по плану Олег, который расскажет, даст свою установку. А после этого выйдет вопросами.